Финишный слой миража, секретами старых пастилов, движениями круговыми растираем в разные стороны наш финишный слой, придавая таким образом ему фокографию. Заодно и посмотрю, как ему смотрится видео. Все, финиш. Рука, локоть рук, никакого мошенничества. Как ты назвал его, античный банк? Да. Они уже знакомы, да, с пластиковым повановским шпателем? Да. Вот это мы. Включительно, да. Все. Классик. Резетки. Резетки. Они уже смотрели на лицо. Я рад вас приветствовать, да какая-то. Ну да, спинной. Конечно, раздеверзшли. Не, она мне кажется, лучше нас습. Это вообще заслепило. На сегодняшний интересный аромат. Называется он «Атичный парк». Они видели уже финиш, когда мы сделали финишное покрытие, да? Когда он был готов. Сегодня мы приоткрываем вам чипец старых мастеров. Как шпаклевать миражом. Как шпаклевать миражом, покажем. Главная ошибка – пулгодротный мираж. А, так ты скажи, что стены мы украсили, да? Это покрашено. Фоновая подложка. Цвет финиша. Не в один в один, но приблизительно. Покрашиваем. И сейчас первым слоем мы проходим сразу. Покрываем фоновую покраску. И заодно делаем небольшое растирание сразу же. Потому что вот диал имеет свойство прихватываться. Если пропуску, придется второй раз перетягивать. В общем, круговыми движениями делаем такое растирание – хаос. В общем. Павлина магнитного, да? Как перышки. Да. Ну, сейчас я посмотрю, может, будет видно то, что у нас получилось. Ну, вот там лучше видно, наверное. Вот как из-подойдет. Я, может быть, да, ближе подойду. Сейчас отключу немного. Ужимаем даже в порядке. А, что я буду? Я вам сейчас попробую на зуме подойдем к тебе приблизиться. Там, конечно, теряется качество. Ну, хотя бы они у меня, да, движение. Профессионально держишь шпаты. А, тут же еще полфокус у нас есть. Полфокус у нас. Фира у нас, да? Да. Впадина. Фокус такой. То есть, как это делается на впадине? Шпаты нельзя держать вот так. Только так. И круговыми движениями. С такими подходами, как мы называем. Ну да, чтобы несколько подходов, да? Да. Вот здесь нанесли буквально минут пять назад. Здесь уже готово. А вот здесь минут пять назад нанесено. Да, вот этот готовый аптечный. Здесь минут пять назад было нанесено первое. Первый слой. А сейчас к нему опять такой уже подходит. И уже рисуночек проявляется. Потом еще будет третий подход. Итого всего три раза к нему подходим. Ну и за счет того, что материал, да, под разным углом, то он бликует, да? Получает вот этот эффект мокрого шелка. Или же если на ощупь, вы не можете потрогать, но поверьте на слово, на ощупь вроде бы велюр. 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 Да. Но для Олега это велюр. Для меня, да. Ну шелк. Какая разница. Не, ну можно, да. Но больше он похож на кожу дельфина, да? То есть такая хорошо вычинена. Совсем, да? Потом еще такая хорошая. Сейчас еще раз. Для этого упражнения необходимо, чтобы у вас были сильные плечи. Потому что... Одно из условий. Одно из условий, да. Вот это получается. Вот первый свой, да? Потом второй раз подошел. А потом второй, это финиш. Да. А третий? Вот третий получается там. Не видим, да? Либо фактурки, только переливы. Только переливы. Да. Я сейчас еще. Да. И на второй. Ну а что поделаешь? Как я уберу вам сейчас? Так выглядит. Ага. Это что у нас? Второй. Это мы второй раз подходим, идем вниз. То есть вторым подходом мы достигаем, что мы убираем вот эти расплывы. Это расплыв. Вот если видно будет, то получится вот такая вот текстура. То есть с каждым подходом мы уменьшаем круг движения рукой. И фактурка все меньше и мельче. И фактурка все мельче и мельче, и материал все глаже и глаже. Вот. Вот задача трех подходов. Так вот мы можем увидеть, да? Ну на третьем слое мы покажем фокус. Да. Секрет старых мастеров. Да. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Третий слой. Заканчиваем. Растирать до практически гладкой поверхности. И заодно придаем ему эффект перелива. Ты скажешь, что это перламутровая краска, да? Любой перламутровая краска. На основе перламутровая краска. На основе перламутра точнее. Да. Потому что это будет правильно. Да. На основе перламутра различные названия в различных фирмах. Все это не меняется. Вот это эффект не меняется. Да. Секрет старых мастеров какого-то античного бархата, да? Вот то, что говорили в продолжении следует. Мочалочка мокрая. Получается, что дает мне этот фокус, который намочил шпатлет? Как говорится, смягчаем поверхность, которая уже присохнет и липнет. Вот, то есть, если бы мы не смотищили, то... Шпатлет будет при... Да, и мы бы его сорвали. Мы бы его сорвали напрочь. А так скользит, только начинает липнуть, сразу опять подмочили. И так продолжаем, вот пока оно гладенькое-гладенькое не будет. Так, что еще можно сказать? Само чистая? Да, давайте с нами. Погонный метр. Или как это? Канал погонный. Градер по каналу. Мы вернемся после короткой рекламной рекламы. Мы вернемся после короткой рекламы. Субтитры подогнал «Симой» Субтитры подогнал «Симон»